Дорогие братья и сестры, мы сейчас в моем кабинете собрались и с парами, которые беременны. Значит, и по разным обстоятельствам некоторые беременные пары, они не смогли быть сегодня с нами, но сейчас остались самые лучшие. И мы уже перед тем, как говорить с вами, мы уже несколько говорили о том, что беременность это особое какое-то время, или уже кто-то сказал из беременных, что время беременности, это нужно вычеркнуть, это время из жизни. Значит, я думаю, что вы знаете, что у меня пятеро детей, и вот почему-то у нас так не было. Вот для Галочки это было время, как вычеркнутое время из жизни, время беременности. Мне почему-то создалось какое-то впечатление о беременности, что это самое лучшее время. Я не знаю, почему. Как ты думаешь? Ну, я не знаю, из беременности период, у меня первый период беременности был очень тяжелый. Я не могу сказать, что он для меня был хорошим. Я даже, ну, какое-то время, я даже не понимала счастья того, что, ну, как бы, я беременна, я счастлива, что у меня будет ребенок. Но прошел этот период, сейчас, конечно, я очень счастлива. Мне нравится быть беременной. Да, мне нравится. Мне нравится, когда ему чувства, он шевелится. А, Андрей, тебе нравится, вот, когда она беременна? Ну, да, конечно. Ну, говори, говори. Она хочет слышать. Больше, чем мы. Не, ну, она знает. Я знаю. Она знает, ну, после беременности у нас, как будто, ну, можно сказать, у нас не было плохо все там, да, когда мы жили до беременности. Но когда забеременели, стали еще лучше отношения. То есть мы как-то начали, ну, может, я еще больше начал ценить свою жену. Ну, то есть мне тоже эти все периоды, мы проходили, то есть было и сложно немножко отначали. Сейчас, ну, классно. То есть жена, как-то, она, ну, уже как-то, ну, меняется как-то все по чуть-чуть. И, ну, интересно. Ну, как бы нам, нам не нравится, допустим. А я буду субурно, вот, как-то вести вот наше общение, поскольку у нас всего, там, 10 минут времени есть. Значит, у вас второй ребенок, да? Да. А первый ребенок, это был ужасом, он беременность рода. Да, вообще, пролетело, как один день. Да. Мне кажется, как настроишь себя изначально, вот, ну, вот, как-то, ну, много зависит от того, как себя изнутри вот настроишь на тот период беременности, родов. Вот, как-то так. Что такое настроить, что такое настроить? На роды. На роды настроить, да? Я, например, вот, как-то представляла себе, что это будет вообще без проблем у меня. Ты так представляешь? Беременность, да. Послушай, послушай, меня это записано. Вот этот вопрос, который ты коснулся, меня записано, чтобы решить этот вопрос. Вот, допустим, когда мы имеем страх роду, от того, станет нам легче во время роду или тяжелее? Конечно, тяжелее. Тяжелее. Аня, мовчите. Я не знаю, я же не пожаловала. Подожди, ты духовно не понимаешь, да? Нет. Например, я сейчас, до беременности, наверное, я боялась родов очень сильно. Когда я забеременела, мне захотелось самого ребенка. И я поняла, что у меня, чтобы был ребенок, мне придется его родить. И поэтому, когда у меня появятся схватки, я уже себя настраиваю на то, что, я себя буду настраивать на то, что, согласно, значит, скоро появится ребенок. Значит, скоро. Ну, слушай, а в этом вопросе мы, как христианские беременные, и вам придется родить. Можно в это время сильно верить в благословение в родах? Роды в благословении? Нужно. С самого начала, когда у нас первая беременность была, с самого начала, когда мы начали, для нас было это откровение, что это благословение, новое благословение, с родами придет благословение. И мы, вот этот процесс беременности, мы, как участники в этом процессе, вынашиваем полноту того времени для того благословения. И когда были роды, это было благословение, это был приход благословения. Во время родов твоих ты смогла сфокусировать свои родовые процессы, сфокусировать на Боге? Получилось? Я хочу сказать одно, наверное, весь родильное отделение слышала, как я молилась. Да, на языке. Потому что у меня были схватки ночью, где-то с 11 ночи начались, да? И до 3 утра так не сильно было, а уже с 3 утра до 6 активно. И я все это время молилась на языках. Я ходила по комнате, по родовому отделению, то на мячике, то еще нет. И все время молилась на языках. Медсестра пришла, говорит, можно потише чуть-чуть? Я говорю, ну хорошо. Но хотя все понимали, что ложеница, может быть больно, может быть не больно. И твои первые роды были боли или не боли? Я вообще не помню. Я родила за полчаса и как бы это все так произошло быстро. Ребята. Так. Говори. Сможешь так родить? Я правозглашаю постоянно, что у меня был... Страх-то боится? У меня? Ну он у меня, когда забеременели, у меня был страх. Ну я постоянно его отгоняю, но мне Саша с ним помогает. Изгоняй. Не отгоняй. А он настраивает волну. Какие может быть страхи? Как мы можем бояться? Это часть мужчины, мне кажется. То есть поддержать жену. Настроить ее и все время следить. И, наверное, это не просто для мужчин. Конечно. Ниже с ним. Ниже на своей волне. Да. Да, вырвать и выбросить. То есть где-то когда-то мужчина все-таки в этом процессе не является как-то человеком в стороне. То есть как-то сопереживание. Саша, когда был, по-моему, время родов, то он чуть не потерял сознание. Света нормально родила, а он потерял сознание. Переживал. Больше чем. Наверное, да, больше чем. А Дима, а ну говори. Как ты гордишься? Почему? Почему? Не знаю. Просто я так хотел ребенка, что я уже не знаю. Больше, ну, время, видать. То есть время, когда вы не могли зачать. И вот это время, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот как-то уже. Вот что же вот. Ожидание такое серьезное должно быть. Мне кажется, просто когда ты не ждешь и долго у тебя получается, ты, наверное, не понимаешь того, когда ты уже хочется ребенка. Знаешь, ты пытаешься все, что только можно, делаешь. И потом понимаешь, ну, что все, все, уже все осталось немножко. И у тебя будет... Слушай, от нас беременных, представляете, если я так говорю, от нас беременных что-то зависит, процесс беременности, или мы по воле беременности находимся? Ну, я думаю, что зависит от нас и от нашего состояния изнутреннего. То есть беременность – нелегкое дело. Правда, да? Для женщины это особое время, да? То есть организм, можно сказать, работает, организм для создания ребенка. Это двойное усилие какое-то, да? Допустим, я знаю, что вот в коммунистическое время женщины работали на производствах, и все женщины хотели работать, потому что там льготы тогда, там еще какие-то вопросы. И приходилось этим женщинам работать без выходных восемь месяцев беременности. И только на девятый месяц, несколько недель давалось время для, вот, как это называлось, больничной. Да? И вот как-то так. То есть женщина вот... Беременность, да. Значит, и, наверное, сейчас время какое-то для беременной, как будто бы дьявол хочет поздеваться над беременными. Насадил им разные взгляды, мысли, которые делают ее несчастной. Время беременности. Можно так сказать? Можно так сказать? Говори, может быть. Можно сказать, что так есть? Что так? Будь слава. Потому что очень много зависит еще от окружения, с которым у нас частью верующих. Я просто много слышала даже от верующих женщин, которые разжабливают. Вот-вот-вот. Да, и говорят, что он так больно, он так прям невозможно. И это, когда ходишь, ты беременная, то это какой-то нагоняет страх, действительно. И ты уже, когда время подходит к роду, ты уже думаешь... Дьявол хочет проклинать. Да, и ты уже думаешь, а может... Делать... Мне кажется, что должно быть это особое классное время для женщин. У нас вообще, у меня было до, вот, наверное, последний месяц до родов, у меня было такое чувство, что я могу по родам умереть. Вот как-то этот дьявол настолько вот нагнал этот страх, что я уже там представляла себе, думаю, так, хорошо, ты же как-то Сережу подготовишь, если я умру, как он с ребенком будет, ну вот, как-то вот так. Да, эмоции, эмоции. И потом я понял, что, как я с тобой занял это все. Странно, понял, странно. Дьявол, он хочет парализовать. И ты внутри почувствовала победу, да? Да, я поняла, что не могу с ними быть, господи. Знаете, вот в мире безбожников, да, особенно если люди, если люди немножко оккультные, немножко предсказания всякие там, как-то учитывали. Там нельзя вот так, вот это, нельзя так махать рукой. Нельзя стричься, нельзя пащать. А, ну еще. Красяться нельзя. А? Руки вверх нельзя поднимать. Чего краситься нельзя? Ну, так вот поверьте. Волос красить нельзя, стричься. Ну, волос красить нельзя, потому что там уже химия, я так понял. Да и только из-за этого, да. Но стричься, это вообще с... Ну да, это они мне говорят, ты же настряжися. Никому не рассказывайте, потому что, не дай Бог, если все знают, я так тоже говорю. Никому не рассказывайте. В то время, когда он перед родом, у меня тоже был этот страх, что, а если он умрет, что делать? И только я не говорил. И у нее такое, но я не говорил. Ну, я не говорил, потому что я понял, что если я скажу, то это страх усилится. И я только молился вот в посте, в молитве, я с Богом, это мой вопрос был с Господом. И вот эта часть мужчины, та часть. То есть, стать вот в духовном мире, вот в защиту. Конечно. Вот власть применит. Это важно. Ту власть, которую Господь нам дал, ее применят. К сожалению, у нас время первой серии закончилось. И не хотелось об этом все закончить. И потому, братья и сестры, у нас будет продолжение, вот в следующее воскресенье, показ. И хочу повторить, что мы сейчас собраны беременные и сочувствующие мужья. Вот как-то, и потому вот мы продолжаем общение, вот и вот как-то. И, конечно же, мы все нуждаемся, вы все нуждаетесь в церковном благословении. Правда? Да. Скажите, вот как-то роду Божьему, пожалуйста, молитесь за нас. Молитесь за наших беременных жен и мужей. Молитесь за нас, мы нуждаемся в церковном благословении, в церковной поддержке. Конечно. Покрывали церкви. Это правда. Это правда. Это действительно благословение.